Татары шли возвести Андрея на великое княжение и могли бы сделать то без всякого кровопролития, ибо никто не думал сопротивляться воле Нагаевой, но сей предлог был только обманом. Муром, Суздаль, Владимир, Юрьев, Переславль, Углич, Коломна, Москва, Дмитров, Можайск и еще несколько других городов были ими взяты как неприятельские, люди пленены, жены и девицы обруганы. Духовенство, свободное от Дани Ханской, не спаслося от всеобщего бедствия. Обнажая церкви, татары выломали даже медный пол собора Владимирского, называемый чудесным в летописях. В Переславле они не нашли ни одного человека, ибо граждане удалились заблаговременно с женами и с детьми. Даниил Александрович Московский, брат и союзник Андреев, дружелюбно впустив татар в свой город, не мог защитить его от грабежа. Ужас царствовал повсюду. Одни леса дремучие, коими сия часть России тогда изобиловала, служили убежищем для земледельцев и граждан. Дюдень, вступив в Тверскую область, думал взять столицу тем удобнее, что князь Михаил находился в Орде. К счастью, бояре и народ изъявили великодушную смелость. С обрядами священными дав клятву друг другу обороняться до последнего человека, они составили войско, довольно сильное числом. Многие люди из других областей, спасаясь от моголов, прибежали в Тверь и вооружились вместе с ее мужественными гражданами. К внезапной их радости явился и князь Михаил, двадцатилетний юноша, любимый всеми. Не зная, что татары заняли Москву, он было едва не попался к ним в руки, но один сельский священник в окрестностях ее дал ему весть о том и показал дорогу безопасную. Духовенство встретило князя с крестами, народ с восхищением. Думая, что он привез к ним спасение и победу, самые малодушные ободрились. Мужество в некоторых случаях так же легко сообщается, как и робость. Недостойный князь Андрей, быв свидетелем всех злодейств татарских, уже вел Дюденя к Твери, но, сведав, что жители ее под начальством Михаила готовы дать им отпор сильный, моголы обратились к Новогородской области, ибо искали в России не славы побед, а только одной безопасно добываемой корысти. Разорением Волока заключилось сие губительство. Прислав дары воеводе Могольскому, новогородцы объявили там Андрею, что они всегда желали иметь его своим князем и что ему нет нужды идти к ним с татарами. Дюдень отступил и вышел из России. Андрей приехал в Новгород. Союзник же его Феодор Ростиславич взял себе Переславль-Залесский. Сей князь по смерти братьев Глеба и Михаила Ростиславичей господствовал и в Смоленске, но скоро должен был уступить он и племяннику, Александру Глебовичу, воину мужественному, который в 1285 году счастливо отразил от столицы своей князя Брянского Романа Михайловича. Великий князь ждал только отбытия полков Дюденевых и хотел немедленно возвратиться в свою наследственную Переславскую область, зная, что усердный к нему народ возьмет его сторону. Андрей с дружиною Новогородскую перехватил брата на пути, близ Торжка. Великий князь, оставив казну свою в руках Андреевых, ушел в Тверь, где юный Михаил принял его со всею должную честью и вызвался быть миротворцем между ими, чтобы избавить Отечество от дальнейших бедствий. Епископ Тверской и Святослав, князь или вельможа, поехали в Торжок, убеждали, молили Андрея и, наконец, успели в благом деле своем. Великий князь отказался от старейшинства и престола Владимирского, довольный наследственным Переславским уделом, а новогородцы получили обратно волок. Согласно с главным условиям мира, Федору Ростиславичу надлежало оставить Переславль. Он не мог противиться воле Андреевой, но, выезжая из сего города, обратил его в пепел. Дмитрий сведал о том уже в последние часы своей жизни. За ним мог, постригся и, близ волока, умер на пути. Государь, памятный одними несчастьями, претерпенными Россией в его княжении от Андреева безумного властолюбия. Летописцы прибавляют, что в сии горестные времена были страшные небесные знамения, громы, вихри и смертоносные болезни. Новогородцы при Дмитрии также не пользовались ни внутренним, ни внешним миром. В 1287 году смененный посадник Симеон Михайлович, несправедливо обвиняемый во злоупотреблениях власти, был осажден в доме своем шумными вооруженными толпами. Но архиепископ спас его, проводив в Софийскую церковь, куда мятежники не дерзнули вломиться. На другой день, всеми признанный невинным, посадник умер с горести, видев легковерие и жестокость сограждан. Конец восставал наконец, улица на улицу. Так называемая прусская была вся выжжена за боярина Самуила Радшинича, убитого ее жителями на дворе архиепископском. В 1291 году крамольники опустошили богатые лавки купеческие. Народ вследствие торжественного суда утопил двух главных виновников всего злодейства. Немцы часто тревожили новогородцев, разбивали их суда на Ладожском озере и хотели обложить Данию Карелу. Мужественный посадник Симеон, в устье Невы победив немецкого воеводу Трунду, истребил большую часть его шнег и лоев или судов. Шведы, раздраженные нападением отряда Новогородского на Финляндию, приходили разорять земли Ижерскую и Карельскую. Их было 800 человек. Ни один не спасся. Жители сих областей сами собою управились с ними. Но в следующий год, 1293, шведы заложили крепость на границах Карелии, нынешний Выборг, и новогородцы, приступив к ней с малыми силами, возвратились без успеха. Король шведский Биргер желал утвердиться в Карелии для того, чтобы обуздать ее свирепых жителей, непрестанно беспокоивших его северо-восточные владения и грабивших суда купеческие на Финском заливе. Хотел также укоренить в ней латинскую веру и присвоить себе господство над торговлей немцев с новым городом, чему свидетельством служит грамота, данная Биргером Любику и другим городам Приморским, в кои он, обещая им покровительство, строго запрещает их купцам ввозить оружие и всякое железо в Россию. Набеги литовцев продолжались, особенно на области Тверскую и Новогородскую. Не только жители Волока, Торжка, Зубцова, Ржева, Твери, но и москвитяне с дмитровцами долженствовали вооружиться в 1285 году и, соединенными силами поразив толпы сих хищников, убили их князя именем Дамонта. Гораздо важнее и несчастнее для России, как пишет историк Длугыш, было в 1280 году сражение Льва Данииловича Галицкого с поляками. По кончине доброго Болеслава, умершего бездетным, Лев думал быть его наследником и государем всей Польши. Не мог преклонить к тому вельмож Краковских, избравших Лешко, Болеславово-племянника, и, желая силою овладеть некоторыми из ближайших ее городов, сам ездил в Орду к Нагаю требовать от него войска. Однако ж, несмотря на многочисленные толпы моголов, данные ему ханом, воеводы Лешковы одержали над ним блестящую победу, взяв две тысячи пленников, семь знамен и положив на месте восемь тысяч человек. Князья благоразумные, Владимир Иоанн и Мстислав Даниилович, весьма неохотно участвовали в всем походе, осуждая призвание моголов, которым слепое властолюбие льва указывало путь к дальнейшим опустошениям стран христианских. Но провидение охраняло Запад. Так сильные вожди ханские Нагай и Телебуга в 1285 году, предприняв совершенно разрушить венгерскую державу и взяв с собою князей Галицких, наполнили стремнины карпатские трупами своих воинов. Россияне были для них худыми путеводителями. Где надлежало идти три дня, там моголы скитались месяц. Сделался голод, мор, и Телебуга возвратился пеш с одной женою и кобылою, по словам летописца. Около ста тысяч варваров погибло в горах и пустынях. Несмотря на то, Нагай и Телебуга в 1287 году с новыми силами явились на берегах Вислы. Герцог Лешко бежал из Кракова, никто не мыслил обороняться в Польше, но к ее спасению вожди татарские боялись, ненавидели друг друга, не захотели действовать совокупно и без битвы пленив множество людей, удалились. Телебуга на возвратном пути остановился в Галиции, требуя гостеприимства от ее князей, вместе с ним неволею ходивших за Вислу, а в благодарность за оное моголы грабили, убивали россиян и сообщили им язву, от коей умерло в одних львовских областях 12500 человек, и которая, если верить сказанию Длугаша, произошла от того, что моголы испортили воды в Галиции ядом, будто бы извлеченным ими из мертвых тел. Субтитры создавал DimaTorzok